Как будет жить и развиваться Россия, в частности Чувашия, в новой геополитической обстановке. Такую масштабную тему глава Чувашия обсудил с представителями общественной палаты. Про то, как кризис и санкции ударили по кошелькам россиян и государственной казня, сказано уже много. А на встрече главы с представителями общественных организаций эту тему обсуждали в ином ключе. Ведь, как известно, у слова «кризис» в японском языке есть и второе значение – возможности. Это определенные трудности, прежде всего, в макроэкономике промышленном производстве, но для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для сельского хозяйства, для ключевых и перерабатывающих предприятий создались дополнительные возможности занятия и ниши на потребительском рынке. С этим согласны и участники встречи. Мне бы хотелось порадоваться за нашу страну, прежде всего потому, что, наверное, теперь мы обратим внимание на то, что не что легче сделать, а что нужно сделать, чтобы окончательно не превратиться в страну, которая будет поставлять только сырье. И мы с вами забыли о том, что страна даже в завершении советского периода была одна из лучших стран по поставке оборудования. Еще одна тема для обсуждения – Россия как федерация, управление регионом. У Михаила Игнатьева поинтересовались, каково это быть ответственным за целую республику. Когда ты видишь, какая нагрузка выпадает на два улиц, я просто знаю график, да, Михаил Васильевич, вижу, как он живет, вижу, как он работает. Я иногда у него спрашиваю, как вообще выдерживать. Я человек, конечно, 25 лет в бизнесе, да, такую интенсивность выдерживаю с трудом. Глава Чуваши отметил, прошло 4,5 года, как он возглавил регион. За это время случалось разное засуха и пожары, ледяной дождь и другие чрезвычайные ситуации. Работа трудная, но очень интересная.